Сексуальные типы. Поиск идеального любовника. Автор Беррих Джо Эм. Глава вторая, часть первая. Любовники-невротики. Если она не может получить оргазм, зная, что в раковине осталась грязная посуда, можно подумать, что в наше время все мы накрепко увязывали в каком-то болоте диагнозов, где за каждой черточкой характера, за каждым признаком личности раз и навсегда закреплена соответствующая бирка с буквенным обозначением того или иного недуга. Быстро устаете? Это, вероятно, CFS. Часто чувствуете беспокойство? У вас, возможно, ADD. Ребенок не успевает по арифметике, значит, у него LD. Отец регулярно выпивает несколько банок пива за ужином. Наверняка это ACOA. Вы любите во всем порядок, у вас точно ОСД. Возможно, с помощью этой буквенной абракадабры вы и можете отличить настоящего невротика от просто аккуратного человека. Но, прочитав эту главу, вы будете знать наверняка, что представляют собой, возможно, присущие вам признаки синдрома навязчивости, и обычное желание несколько упорядочить свою интимную жизнь или начальную стадию зарождающегося невроза. Но в любом случае, даже если навязчивый невроз доминирует в вашей личности, у вас нет причин посыпать голову пеплом. Первое впечатление, которое производят невротики на окружающих, заключается в полном отсутствии всплесков эмоциональности. Внешняя эффектность, в кавычках, актеров и их энергичное стремление быть центром внимания любой компании, абсолютно не характерны для, в кавычках, невротиков. Сравните Сюзетту с персонажами этой главы, и вы сами заметите разницу между ними. Сюзетта ищет успокоение через физический контакт, объятия, ласки, поглаживание, тогда как Джеймс, Меган, Тед и другие, в кавычках, невротики, пытаются обеспечить безопасность своего существования посредством выполнения повторяющихся ритуалов и точно продуманного поведения. Для, в кавычках, невротиков характерно то, что они никогда не являются инициаторами ссор и скандалов. В крайних случаях они могут быть упрямыми и несносными, но обычно избегают вступать в пререкания с окружающими. Подверженные навязчивым идеям, в кавычках, невротики, часто испытывают приступы сомнений и опасений, пересматривают множество вариантов в поисках единственного верного решения, но почти никогда не оказываются в состоянии принять его. Они обычно напряженные, внимательные и серьезные. Для них крайне важно всегда сохранять контроль над ситуацией, и это стремление может проявляться даже в самых незначительных взаимодействиях, в кавычках, невротиков с окружающими. Например, они любят появляться где-либо без предупреждения. В этом случае они знают, когда и где окажутся, а вы остаетесь застигнутыми врасплох и вынуждены справляться с удивлением. Чем глубже вы проникнете в суть навязчивого невроза, тем умереннее сможете чувствовать себя в крайне сложном современном мире, и тем легче вам будет найти взаимопонимание со своим партнером-невротиком. Итак, расслабьтесь, ответьте на вопросы и приступим. Понимание невротических признаков в себе и других. Вопросник по определению невротического типа личности. Первый вопрос. Люблю ли я обедать в китайских ресторанах в компании друзей, когда каждый заказывает свое любимое блюдо и вносит равную долю в оплату, избавляя меня от необходимости решать, что лучше заказать? Второй вопрос. Устанавливаю ли я наручные часы, чтобы они сигналили каждый час? Третье. Часто ли я посещаю управленческие семинары? Соглахаюсь ли я практически со всеми предложениями? Четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Прошло ли более трех лет с тех пор, как я брал по меньшей мере двухнедельный отпуск, не связанный с работой? Пятый вопрос. Всегда ли я бываю не до конца удовлетворен сделанной работой, потому что знаю, что ее можно было бы выполнить лучше? Шестой вопрос. Чувствую ли я досаду, когда приходится прерывать незаконченную работу? Например, если я успел подстричь три четверти лужайки и начался дождь, закончу ли я работу под дождем или отложу ее на следующий день? Седьмой вопрос. Пугает ли меня чувство привязанности? Не кажется ли мне опасным быть зависимым от других? Восьмой вопрос. Чищу ли я зубы три раза в день или больше? Девятый вопрос. Мучаюсь ли я над принятием решения, взвешиваю ли все «за» и «против», бесконечно обдумывая одно и то же в поисках золотой середины и выбора единственно верного варианта? Десятый вопрос. Часто ли я сожалею о только что сделанной покупке? Одиннадцатый вопрос. Люблю ли я составлять списки? Кроме списков необходимых покупок, составляю ли я списки дел, которые нужно сделать? Книг, которые нужно прочесть? Дни рождения родственников и знакомых, мероприятий по самосовершенствованию, фильмов, которые нужно посмотреть, и списки еще не составленных списков. Двенадцатый вопрос. Чищу ли я зубы зубной нитью чаще двух раз в день? Тринадцатый вопрос. Выполняю ли я все мероприятия по обслуживанию автомобиля в соответствии с инструкцией производителя? Четырнадцатый вопрос. Любил ли я в детстве собирать модели самолетов, автомобилей, кораблей и так далее? Пятнадцатый вопрос. Коллекционирую ли я что-нибудь? Марки, открытки, древние оружия, ложки, колокольчики или какие-нибудь безделушки? Шестнадцатый вопрос. Храню ли я свои клюшки для гольфа в чехлах? Семнадцатый вопрос. Надеваю ли я чехол на свою машину? Восемнадцатый вопрос. Пользуюсь ли я при подстрижке лужайки машиной для обрезания кромок листьев? Девятнадцатый вопрос. Есть ли у меня семейные фотографии, где все одеты в одном стиле? Двадцатый вопрос. Принято ли в моей семье называть всех детей именами, начинающимися с одной буквы, например, Ким, Кевин, Келли и Керк? Двадцать первый вопрос. Тяжело ли мне выбрасывать старые и ненужные вещи, вследствие чего моя квартира превратилась в склад не имеющих никакой ценности? Двадцать второй вопрос. Двадцать второй вопрос. Застилаю ли я постель, останавливаясь в мотеле? Двадцать третий вопрос. Двадцать четвертый вопрос. Считаю ли я в глубине души, что есть только два способа действий – мой и неправильный? Двадцать пятый вопрос. Часто ли я возвращаюсь с полпути домой, чтобы лишний раз проверить, запер ли дверь, выключил ли плиту и телевизор? Двадцать шестой вопрос. Люблю ли я заправлять машину до самой кромки бензобака? Проверяю ли я, насколько полон бак после того, как автоматика отключит поступление бензина? Двадцать седьмой вопрос. Останавливаю ли я машину, отъехав от заправки на несколько миль, чтобы убедиться, закрутил ли я крышку на горловине бензобака? Двадцать восьмой вопрос. Во время творческого процесса на кухне всегда ли я точно следую рецептам и старательно отмеряю количество каждого ингредиента? Двадцать девятый вопрос. Люблю ли я во время отдыха пользоваться высокотехнологичными изобретениями? Видеокамерой, музыкальным центром, компьютером, электроникой? Тридцатый вопрос. Расстраиваюсь ли я, если арахисовое масло, варенье или майонез, когда я намазываю ими бутерброд, покрывают его неравномерным слоем? Тридцать первый вопрос. Внимательно ли я прочитываю главные газетные статьи? Собираю ли я вырезки журнальных публикаций? Тридцать второй вопрос. Правда ли, что я никогда и ни при каких обстоятельствах не воспользуюсь зубной щеткой любимого человека? Иными словами, если мы остановимся на ночь в мотеле, пойду ли я искать зубную щетку по магазинам, чтобы только не чистить зубы щеткой любимого? Тридцать третий вопрос. Тридцать третий вопрос. Обратил ли я внимание, что этот вопросник содержит тридцать три вопроса, а не семнадцать, как в предыдущей главе? Имеет ли это для меня значение? Если вы или ваш партнер ответили утвердительно на большую часть вопросов, это означает, что у вас присутствуют определенные признаки невроза навязчивости. И эта глава как раз для вас. Потому что жить в кавычках невротиками далеко не просто. Они похожи на компьютеры. Никогда не ошибающиеся, раздражающие, методичные и иногда кажущиеся бездушными. Вы можете почувствовать себя замужем за капитаном Споком, выполняющим очередную миссию в телесериале «Звездный путь». Они стремятся создать идеальный мир, устранив из него все, вносящее беспорядок и хаос. Упорные труженики выбирают профессии, требующие высокой точности действий и сторонятся в кавычках творческих занятий. Поэтому в кавычках невротиков скорее можно встретить среди ученых, бухгалтеров, инженеров, стоматологов и финансистов. Тогда как актеры более привержены таким, в кавычках, свободным областям деятельности, как искусство, музыка, общественная работа и все то, что обычно принято называть сферой обслуживания. Психологи считают, что человек подвержен навязчивому неврозу, если его стремление добиваться совершенства непоколебимо и всеохватывающе. В этой главе мы встретимся с личностями, отвечающими следующим характеристикам. 1. Озабоченность деталями, организационными моментами, порядком, правилами, списками или расписаниями до такой степени, что основная цель деятельности отходит на второй план. 2. Трудность выражения эмоций. 3. Откладывание или избежание принятия решения, когда человек бесконечно взвешивает все плюсы и минусы возможного выбора в поисках, в кавычках, идеального варианта. 4. Четвертое. Стремление к совершенству, препятствующее завершению какого-либо дела ввиду отсутствия для него жестких стандартов и требований. 5. Пятое. Трудность в отказе от старых или ненужных вещей и предметов, даже если они не связаны с приятными воспоминаниями. 6. Упрямство и настойчивость в стремлении убедить всех поступать именно и только так, как человеку кажется правильным. 7. Чрезвычайная поглощенность работы и стремление повысить производительность труда часто в ущерб отдыху и друзьям, даже когда это не продиктовано материальной необходимостью. 8. Чрезмерная щепетильность и строгость в вопросах этики, морали и нравственности. 8. Открывается скобка «привыщающие требования религиозных или культурных норм». Закрывается скобка. Поскольку в реальном мире не существует людей на 100% отвечающих характеристикам того или иного типа личности, и в каждом человеке присутствуют черты нескольких разных типов, вам будут встречаться люди, одновременно сочетающие в себе глубину чувств, в кавычках, актеров, с работой мысли, в кавычках, невротиков. Хотя ваш стоматолог наверняка предпочитает быть предельно точным и аккуратным, высверливая вам зуб и устанавливая на нем мост, он кроме того обязан уметь найти общий язык со своим пациентом. Он должен успокоить вас и избавить от страха перед своими инструментами и предстоящей процедурой. Точно так же и профессиональный музыкант может с завидной целеустремленностью отрабатывать гаммы, но поскольку гаммы по несколько часов в день. Но, в конце концов, чтобы достичь высот своего искусства, он должен, в кавычках, прочувствовать исполняемую музыку. Ключевой вопрос заключается не в том, в кавычках, актер вы или, в кавычках, невротик, а в том, умеете ли вы сохранять необходимый баланс между мыслями и чувствами. Однако довольно теорией. Я хочу познакомить вас с Джеймсом. Он представляет собой более экстремальный образец, в кавычках, невротика. Не жили те, с кем вы встречаетесь на работе, в оздоровительном клубе или в тренировочном зале. И на его примере мы проиллюстрируем одну из характерных для этого типа личности черт. Озабоченность деталями Джеймс Выглядит он неординарно. Одет с претензией на классический стиль. Мятый костюм, неглаженная белая рубашка, Слегком узкий галстук и начищенные туфли Создают впечатление неуклюжего стремления следовать моде. Но это лишь начало многочисленных несоответствий и нелепостей, которыми полна его маленькая темная квартира. Беспокойный, седовласый мужчина, Он напряженно сидит на самом краешке удобного кресла с откидной спинкой. Его глаза внимательно исследуют мое лицо, А покрасневшие от частого мытья пальцы обеих рук непрестанно сжимаются и переплетаются, выдавая его внутреннее смятение. Это больше, чем просто нервозность. Джеймс весь соткан из противоречий. Его внешний вид, несмотря на все попытки предать ему величественность, вызывает жалость. Он возбужден и вместе с тем закрепощен, взволнован и насторожен. На обеденном столе громоздятся стопки карточек для заметок размером 4х6 дюймов. Перехваченные широкими красными резинками и маленькие металлические горки скрепок. Разделочный стол рядом с раковиной. Не заставлен посудой или столовыми приборами, как того можно было бы ожидать. А завален папками для бумаг. Шариковыми ручками, степлерами и прочими канцелярскими принадлежностями. Однако, несмотря на титанические усилия, предпринятые, вероятно, чтобы придать помещению организованность и аккуратность, явственные признаки беспорядка громогласно заявляют о себе буквально отовсюду. Вот почему, желая получить первое впечатление о будущих пациентах, я иногда наношу им домашние визиты. Там вся необходимая информация в прямом смысле слова сыплется на меня со стен. «Как вы хотите, чтобы я к вам обращался, Джим?» – спрашиваю я, пытаясь установить контакт. «Джим» – подходящая кличка для блохастой дворняги. Его брови едва заметно приподнимаются, и я замечаю, как вздрагивают его руки, только что безжизненно лежавшие на коленях. Он явно оскорблен моим предложением, но по-прежнему контролирует себя и продолжает монотонным голосом. «Мое имя Джеймс, Александр Маршалл, и я хочу, чтобы вы называли меня Джеймсом». «Когда мама сердилась на меня, то обращалась ко мне Джеймс, Александр, но никто» – открывается скобка, тут впервые он повышает голос, закрывается скобка – «Никогда не называл меня, в кавычках, мистером Маршаллом, поэтому я предпочитаю оставаться Джеймсом». «Я поворачиваюсь к обеденному столу». «Джеймс, не могли бы вы рассказать мне об этих карточках, что на них записано?» «Это мои заметки, я всегда всё тщательно фиксирую». «Не возражайте, если я взгляну». «Пожалуйста». «Я снимаю резиновое кольцо со стопки карточек, беру одну из них в руки и пытаюсь расшифровать аккуратные карандашные записки мелкими завитушками, покрывающие обе стороны карточки. Хотя он и разрешил мне осмотреть их, я чувствую, что он заметно нервничает, глядя, как я бесцеремонно перелистываю его картонные колоды. Его старательно скрываемое беспокойство напоминает мне о том, как я чувствую себя в собственном кабинете во время беседы с чрезмерно активным ребёнком, который, ни на секунду не останавливаясь, успевает раскрутить мой глобус, нажать на все кнопки интеркома, подёргать шторы и засунуть обе руки в аквариум, прежде чем мне удаётся убедить его посидеть несколько минут спокойно. После таких происшествий мои тропические рыбки несколько дней отказываются от корма. Джеймс кажется мне столь же недовольным моим беззастенчивым обращением с его карточками. Поэтому я аккуратно складываю их в стопку, выравниваю края, снова перехватываю резинкой и, убедившись в безупречности их вида, осторожно возвращаю на то место, где они лежали. Для меня очевидно, что я нарушил хрупкий порядок его мира. Я чувствую, что Джеймс доволен моими попытками вернуть ему первозданную аккуратность. Я не против того, чтобы вы их посмотрели. Ему удаётся выдавить из себя эти слова, но они звучат напряжённо и сдавленно, как признание в любви на первом свидании. Спасибо, отвечаю я, и вновь возвращаюсь к священным для него записям. На карточках я обнаруживаю, содержится едва ли не посекундная хронология всех событий, происшедших с Джеймсом за день. Подобно судебной стенографистке, стремительными движениями пальца, фиксирующей на бумаге каждое произнесённое слово. Джеймс тщательно записывает буквально всё. Самые ничтожные детали не проходят мимо его внимания. Он, в кавычках, регистрирует не только свободные торжества или официальные мероприятия, но и скрупулёзно документирует всё, что другие справедливо посчитали бы обыденным и незначительным. Такие, в кавычках, события, как выемка корреспонденции из почтового ящика, прогулка с собакой, разговор по телефону или обед в равной степени удостаиваются его самого пристального внимания. Они не подразделяются на более или менее важные. Ни одному из событий не отдаётся предпочтений и приоритетов. Каждое фиксируется одинаково, подробно и тщательно. Для повышения, в кавычках, эффективности сортировки почты Джеймс пользуется изготовленным по его специальному заказу резиновым штампом со следующим текстом. Открываются кавычки. «Я, Джеймс Александр Мархал, вынул это послание из своего почтового ящика. Я прочёл это послание, находясь в прочерк. Принеся почту домой, он первым делом проштамповывает все конверты и рекламные проспекты и записывает дату и время их получения. Позже, прочитывая корреспонденцию, он там же отмечает время и место ознакомления с содержанием каждого конверта. Для Джеймса не существует понятия в кавычках почтовой макулатуры. Каждый доставленный по почте листок бумаги исследуется с одинаковой тщательностью и с равным уважением. На глаза мне попадается конверт с обратным адресом энергетической компании, а я переворачиваю его и читаю следующее. Открываются кавычки. Я, Джеймс Александр Мархал, вынул это послание из своего почтового ящика 18.08.85 Н.Э.В1.22.34 По полудни восточного поясного времени. Я прочел это послание в 4.17.21 По полудни восточного поясного времени, находясь в кресле гостиной приблизительно в 2,25 футах к западу от стены, расположенной в северо-южном направлении и в 5,75 футах к северу от двери в стене, расположенной в западно-восточном направлении. Закрываются кавычки. Подобным образом Джеймс реагирует абсолютно все, оказавшееся... Подобным образом Джеймс регистрирует абсолютно все, оказавшееся в его почтовом ящике с завидной скрупулезностью, отмечая когда, где и при каких обстоятельствах состоялось его ознакомление с полученной корреспонденцией. Этой процедурой, возведенной в ранг священного ритуала, он превращает обычные почтовые сообщения в важные и значительные, в кавычках, документы. С каждым листком почтовой макулатуры он обращается как заказным письмом, а каждой рекламной брошюрой гордится как дипломом об окончании университета. Такая самозабвенная регистрация всего, что попадается под руку, позволяет ему полностью отдаться мелочам, вытесняя из сознания все тревоги и волнения. И наполняет значимостью серые дни его существования. Он утверждает, что на, в кавычках, обработку почты затрачивает ежедневно около полутора часов. Если Джеймс столько внимания уделяет такому пустяку, как обработка почты, то вы сами можете себе представить, какое значение для него имеют прогулки с собаками знакомых или посещение свадебной церемонии. Кэрол, одна из его знакомых, как-то уезжала из города на несколько дней и попросила его присмотреть за ее собаками. Отчет о выполнении поручения был тщательно задокументирован на обеих сторонах карточки о заглавленной, в кавычках, «прогулка с собаками». К своему удивлению, я обнаружил, что в выходные Джеймс присутствовал на церемонии бракосочетания. Волнение, неизбежно вызванное этим мероприятием, ему удалось усмирить, заняв себя составлением подробного конспекта происходящего и использовав для этого пять карточек, исписанных с обоих сторон мелким почерком. Открываются кавычки бракосочетания Джейс, Аллан и Дэниела Бортсмана. Четвертая лютеранская церковь Денвера 14.09.85 Н.Э. Начинается приблизительно в 3.18-27 с органной музыки. Открывается скобка. Опорные сваи и арок отделаны натуральным деревом. Закрывается скобка. Приблизительно в 3.20-44 подружки-невесты в скобках 5 и шаферы в скобках 5 идут вперед по центральному проходу в 3.25-16 тире 3.26-49 Джойс А идет по центральному проходу и подходит к кафедре. В 3.27-39 священник читает молитву. В 3.29-15 священник произносит речь. В 3.40-37 священник читает молитву. В 3.42-16 Ч.К.Ж Открываются скобки. Чернокожая женщина как объяснила мне Джеймс закрывается скобка. Приблизительно 20 лет рост приблизительно 5 футов 4 дюйма вес приблизительно 120 фунтов поет в кавычках «Да не оставь меня» и в кавычках «Божественная любовь». В 3.48-37 пение заканчивается. В 3.49-38 Джойс А произносит клятву супружеской верности Дэниэлу Б. В 3.50-27 Дэниэл Б. говорит в кавычках «Согласен». В 3.51-53 священник объявляет их мужем и женой. В 3.52-17 Тире 3.54-36 Б.К.М. В скобках «Белокожий мужчина» закрывается скобка. Приблизительно 40 лет рост приблизительно 5 футов 11 дюймов вес приблизительно 180 фунтов молится за них пока они стоят перед ним на коленях. В 3.56-10 он объявляет их мистером и миссис Больцман. Закрываются кавычки. Остальные четыре карточки содержат описание свадебных торжеств в мельчайших подробностях, заставляющих думать об этом радостном событии как вот тяжком и мучительном испытании. Молодожены и гости под грузом шифровок и кодов превращаются из живых и веселых людей в музейные экспонаты, в музейные экспонаты, занесенные в заплесневелые каталоги. Вместо открываются кавычки кони за столом сидела напротив меня, смеялась и с удовольствием чокалась с другими гостями. закрываются кавычки. Он пишет двоеточие открываются кавычки. А на Б.К.Ж приблизительно 30 лет, рост приблизительно 5 футов, 4 дюйма, вес приблизительно 130 фунтов. Закрываются кавычки. К этому времени в обществе Джеймса я провел уже почти 3 часа и чувствую, что он начал тяготиться моим присутствием. Поблагодарив его за сотрудничество и заверив, что теперь у меня есть вся необходимая информация, я выхожу из его дома и медленно направляюсь к машине. Приехав в клинику, чувствую себя выбившимся из сил, выжившим в неравной схватке, едва не утонувшим в водовороте деталей и подробностей, но в то же время я полон энергии. Кто бы мог предположить, какие секреты хранятся в этой маленькой темной квартирке? Вот почему я люблю наносить домашние визиты. У меня договоренность со службой трудоустройства, в соответствии с которой не сообщают имена и адреса людей, заявляющих о своей непригодности к работе. Обычно они приходят на прием ко мне, но иногда, если физические или умственные проблемы не позволяют им передвигаться вне пределов их жилища, я сам прихожу к ним. Теперь вам понятна причина этого. Многие из ваших знакомых, сотрудников, друзей или родственников обладают заметными признаками навязчивого невроза. Не секрет, что немало таких людей, которые относятся к сексу как к своего рода навязчивой необходимости. Возможно, для них она не настолько всепоглощающая и непреодолима, как сортировка и регистрация почти для Джеймса. Но такое отношение к интимной жизни несомненно лишает ее спонтанности и радости. Они способны в кавычках делать это, совершать механические движения, но могут получить лишь минимум удовольствия от занятия, которое должно приносить счастье обоим партнерам. Джеймс в постели не Казанова. Более того, он до сих пор девственник. И это неудивительно, не правда ли? Разве можно представить себе, что такой человек, как Джеймс, будет чувствовать себя в безопасности, раздеваясь перед посторонними? В этом вопросе у него наблюдается явная дисфункция. А в его пятьдесят семь лет шансов на изменения к лучшему уже практически не остается. Так зачем же я потратил столько времени на то, чтобы познакомить вас с Джеймсом? Ведь он никак не претендует на роль вашего сексуального наставника. Я представил вам Джеймса только для того, чтобы вы поверили в себя. Только то, что вы приветствуете аккуратность и во всем любите порядок, еще не делает вас в кавычках невротиком. Пример Джеймса иллюстрирует то, как озабоченность деталями может привести к половой дисфункции. Такие обычные занятия, как мытье рук, чтение почти или чтение почты или посещение общественных мероприятий превратились для Джеймса занимающие все время, но успокаивающие его волнение ритуалы. Его навязчивое пристрастие к исполнению ритуалов возникло еще в раннем детстве. Родители часто и жестоко ссорились по поводу отсутствия денег и пристрастия отца к выпивке и посторонним женщинам. Хотя у Джеймса и не осталось собственных воспоминаний о том периоде его жизни, мать позже рассказывала ему, что он был в кавычках очень напуган разводом родителей и постоянно спрашивал в кавычках «Когда вернется папа?» К сожалению, его отец перебрался в другой штат и никогда больше не виделся со своими детьми. Джеймс очень смутно помнит свое детство, кроме того, что братья и сестры никогда не хотели играть со мной. Я всегда был один. Закрываются кавычки. Несомненно, что яростные стычки родителей и последовавшая за ними потеря отца являются предпосылками для возникновения постоянного состояния тревоги, особенно если мать оказывается не в состояние успокоить и утехать ребенка. Рассказывая о матери, Джеймс говорил, что она открываются кавычки не была расположена к проявлению чувств. Она никогда не целовала меня. Закрываются кавычки. кавычки. Продолжение следует... кавычки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...